Да, добрый день. Москва Баку с вами. У нас следующий вопрос. На следующей неделе, 22 февраля, исполнится годовщина момента подписания лидерами России и Азербайджана декларации о союзническом взаимодействии. Как МИД России оценивают эффективность пополнения за год данного документа? Какое значение он имеет в условиях текущей международной ситуации? Также появилась информация о том, что в конце февраля глава МИД России Сергей Лавров посетил Баку. Если это так, то какова повестка его визита? И есть ли подвижки в вопросе мирного договора между Азербайджаном и Арменией? Что касается визита, то такой визит прорабатывается. О деталях мы сообщим, когда он уже будет согласован. Что касается первой части вопроса, то подписанная в феврале 2022 года декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, это, конечно, исторический документ без какого-либо преувеличения. В нем закреплено новое качество отношений между нашими странами, определены ключевые ориентиры для развития сотрудничества по всем основным направлениям на годы вперед. Союзнические отношения России и Азербайджана это стабилизирующий фактор как в региональном, так и международном плане. Совместно с Баку работаем над реализацией его положения и по случаю годовщины подписания декларации действительно запланирован целый ряд мероприятий. Что касается планирующегося визита, я уже ответила на этот вопрос. А по мирному договору между Азербайджаном и Арменией мы продолжаем оказывать содействие нашим партнерам, о чем регулярно и вам рассказываем. Вот на днях состоялся полезный такой визит, контакты в Ереване и Баку побывал спецпредставитель Сергей Викторович Лаврова по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игорь Анатольевич Хаваев. И армянская, и азербайджанская стороны подтвердили свою заинтересованность в посредничестве нашей страны. С учетом чувствительности темы мирного договора, я не буду вдаваться в детали консультации, могу еще раз подтвердить готовность организовать в Москве очередную встречу Миноделла Армении и Азербайджана по этому вопросу. Спасибо большое. Так, с нами ли газета «Ведомости».